Здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и сегодня мы с вами будем делать очередное видео как я обещал наш шокер на черном зеркале но это не зеркало по сути дело стекло черное у меня если видно у меня на них стоят мои машинки там черные полки это поэтому они довольно таки узкие но прежде чем начать мне надо что-то решить со своим штативом потому что мне не хватает ну и вот такое решение так проблему с камерой штативом я кажется решил это торшер и вот я сюда прицепил такую удобную штучку сейчас на нее накручу камеру и все можно будет снимать тихо уже без всякой дрожи в руках после этого все стоит прекрасно хорошо и мы с вами можем начинать начнем мы с вами тоже так как это хотя и практика где я особо не распространяюсь показываю и все но как показывает то же самое опыт лучше все-таки по отдельности так показать как всего делалось и почему все это так делалось итак начнем с того что мы опробуем сейчас протестируем все наши вспышки то есть это у нас стоит мастер а остальные слэйф то есть у меня вчера ушло много энергии зарядил но так как у меня зарядная всего на 8 батарейка зарядила этого и этого посмотрим может быть нам придется поменять местами но не в этом дел сейчас давайте подъедем поближе подготовительная работа будет заключаться в том чтобы как можно лучше очистить стекло на нем всегда собираются всякие пылинки-солинки если есть антистатик побрызгать антистатиком вот поставили где-то вот так так расположение хорошо так и еще одно замечание есть и у вас не хватает вот этого да а здесь желтый стол то лучше всего его все-таки прикрыть по бокам хотя бы чем-то черным чтобы желтые отражения не попадали на наш объект для съемки ну и сначала давайте мы отключим вот эти вспышки сейчас отключу боковые отключаем сейчас что я хочу сделать я хочу так как мы глазами вроде бы как видим что отражение на этом есть на стекле ну и давайте мы что-то уничтожить менящееся вот возьмем сейчас выберем кадрирование так может подальше придется отъехать мы где-то ну как и должно было быть сверху что-то есть замечать так теперь дорогие друзья проблема заключается в том что мы когда собираемся снимать черное на черном так сейчас я поверну к себе чтобы рассказывать вам увидеть себя то практически это не может удастся потому что отражение черное не важно что вы туда будем подставлять они все равно будут будут затемнять наш предмет до такой степени и эту грань вот эту грань нам никогда не удастся выбелить что делать ну есть вот такой трюк и сейчас мы его используем мы с вами сделаем градиент ну для градиента вообще-то нужна тут еще одна вспышка там и это но мы сделаем с вами хитрее мы возьмем кусок пенопласта и наколем на него иголочками белый лист ватман почему я не беру чистый пенопласт сам пенопласт ребята он как вы видите он вот такой если бы мы делали не градиент это было бы все равно а так этот узорчик может оказаться именно здесь где я не хочу почему я ставлю под наклоном потому что я хочу добиться именно градиента если бы я поставил так все это было серого и больше бы я ничего не смог сделать а так мы с вами сейчас попробуем этот градиент добиться сразу только с одной вспышкой давайте глянем так градиент есть он как бы немножко слабенький посему пока делать ничего не будем у меня надежда на то что вот этот софтбокс мало того что он осветит вот эту часть мне да но и он еще даст туда белый на белый фон даст свет давайте проверим вот так мы его поставим так включим и посмотрим как это будет выглядеть правильно как я и сказал видите это и произошло но но надо поменять расположение немножко то есть следить за этим делом так так вот так я хочу добиться того чтобы у меня полностью площадь была освещена можно даже чуть-чуть развернуть хорошо делаю еще один снимочек вот теперь то что мне и нужно что мы видим мы видим градиент мы видим все нормально мы не видим некоторых вещей то есть вот это у нас не освещено вот эта часть у нас не освещена но казалось бы мы можем взять какую-то папочку вот которая у меня есть для этого и ее так это подсветить чуть дальше давайте сделаем это вот так у нас вырисовался немножечко немножечко хорошо уже с отражениями все вырисовался что у нас не хватает стекла но это было с самого начала понятно и теперь в действие вступает еще один теперь уже более жесткий свет я хочу добиться здесь двоякового эффекта с одной стороны он не должен вот здесь сделать в самом заду сделать хорошее отражение то есть жесткое а с той стороны так сейчас я что-нибудь прием я хочу чтобы он ударил вот в этот белый материал который будет служить у нас отражателем и вот этот носик самый осветил давайте попробуем ну-ка сравниваем да уже гораздо лучше видите вот было до того и после того так хорошо все замечательно но я бы такой чтобы сдвинул еще немножко это дело такое ребята настройка есть настройка поэтому будьте готовы к тому что вам придется повозиться вот с этими делами и тогда у вас будет все прекрасно когда вы осознанно это все делаете и правильно делаете вы получаете готовую вот такую кафинку все ребята больше нам ничего не надо за исключением дело в том что у нас наш шокер он стоит по диагонали вы знаете что в этом случае гриф да глубина резко изображаемого пространства становится больше если бы он настоял прям вот так да тогда бы ничего у меня сотка стоит и на расстоянии примерно 90 поэтому я знаю что на кончиках будет немножко не того не будет той резкости звенящей так вот поэтому я сейчас на самом хвосте настрою настрою так сначала самое близкое ко мне то есть вы уже догадываетесь что я собираюсь сделать стекинг стекинг кто не знает идите читайте у меня есть про стекинг все даже несколько раз ну в принципе это то что я сейчас сделаю три кадра один на заднице на этой который ближе всего потом наведу резкость на вручную конечно на мною потом в середине и на самых этих жалах то есть такой стекинг мне нужно сделать у меня на никоне поворачивается настолько вправо как она нам влево все ребята я сделал три кадра и мы сейчас пойдем с вами в фотошоп во первых соединим это все во вторых я хочу сделать там какие-то красивые такие искры не искры разряд этот сделать для декорации скажем так все тогда это дело выключаем мы идем ну вот мы получили свои пять фотографий тут первая тут вообще черная надо выбросить вот первая вторая третья четвертая так пошли в файл автоматизация фотомердж наложение изображения включаем добавить открытый файл и сказать окей то есть тем самым он сейчас соберет наш стекинг воедино быстро сделал молодец так теперь здесь мы выделим пойдем редактирование ахтоналожение слоев вот это скажем перед это прекрасно сведемся на 1 ctrl e и сделаем сначала сделаем кадрирование вот видите у нас какой хороший получился градиент ха-ха-ха называется без особо сложных осветительных приборов вот так примерно у нас это будет выглядеть ну и прежде чем закрывать вот эти углы я не виноват что у меня возникло стекло правда ну я тут при чем в общем то так хорошо дальше мы пойдем следующим путем мы с вами сделаем копию пойдем в фильтр топаз у кого нет советую приобрести или же посмотрим как выглядит наш фу да он выглядит без новаток конечно так давайте мы его вот сейчас по всем параментам подровняем вот так наверно и скажем вот и немножко шуму чуть-чуть добавить сказать им окей ездим отлично так сейчас мы вот здесь возьмем этот кусочек скорой носочек вот так и будем его копировать c c А можно по-другому копировать. То есть просто взять вот так. Ctrl и Alt. Появляется стрелочка двойная. И потянуть, 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 потянуть. Почему я не стал растягивать? Потому что при этом портится вся текстура, структура. Так, сводим эти слои все вместе. В одном месте чуть-чуть я промазал. Поэтому не проблема. Сейчас мы это делаем. Вот так. Раз. Все. И то же самое сделаем здесь. То есть, понимаете, можно было Ctrl и Alt. Вот, дождите, вот так. Это соединим. Ctrl и Alt. Вот так. Ctrl и Alt. И вот так потянуть. Но при этом будет растягиваться наши пиксели. Вот эти полоски, на их хоть и слабо видно, но лучше их избежать. Сверху назад. То бишь. И я предпочитаю в этом случае просто зажать Ctrl и Shift. Alt. Он тогда на одной высоте все идет. Вот так. А если какие-то полоски получились, то очень быстро их можно с помощью вот этого инструмента заплатки поправить. Вот тут. Раз. Чуть-чуть. И два. Чуть-чуть. Так. Ну, если здесь получилась такая бяка, то тоже не проблема. Еще разочек. Так всегда на краю бывает. Так. Ну, вот теперь почти практически не видно ничего. Сейчас еще вот тут поправлю. Вот тут. Да. И вот тут. Все. И остался с нами последний нынешний денечек. Гуляю я. С вами я, друзья. Такая песня была. Не поверите. Браво. Вот. Раз, 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 раз. Отлично. И если где-то что-то осталось, а ничего не осталось, все отлично. Все. Готово. Так. Теперь, ребята, я займусь вот этими вещами. Ну, здесь я не буду заострять ваше внимание на этом, потому что это на стекле. Стекло старое. Хотя я его и почистил, но, видать, где-то что-то не дочистил. Поэтому я сейчас просто пройдусь по всем этим. И подставим. Вот. После этого я вернусь к вам. Так. Вроде самые грубые я удалил. Здесь вот еще что-то плавает. Ну, вы помните, что у нас было вот это и вот это. Это у нас фон, скажем так, да? А здесь у нас находится более-менее резкая. Поэтому мы сейчас просто-напросто делаем черную маску. Вот так. И проходим все только по фону. Белая, белая нам нужна. Идем по фону. Вот так. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. И выбираем только то, что мы с вами там. Вернее, я без вас там владел. Все. После этого я еще посмотрю с отражением. Что-то на стекле, наверное, было. Какие-то царапки. И поэтому вот здесь не очень я возьму вот отсюда, скорее всего. Так, хорошо. Поправлю сейчас тоже все вот здесь неприятности какие-то. И потом мы вернемся с вами к дальнейшему. Я свел теперь на одно. Зря, конечно. Но, ладно, пускай будет еще одна копия. Так. Отключаюсь. Насекот. Смотри. Смотри. Так, теперь, когда с пыльцой покончила, давайте еще кое-что сделаем. Видите, вот здесь отражение. Это скорее всего шло отражение отставать. Не подумаем, что про это. Это жаль. В общем, вокруг, если стекла мало, надо побольше тогда черного материала откладывать, чтобы этого не было. Поэтому мы сейчас возьмем инструмент губку. И загубим тут все это дело. Оранжевое. Оранжевое море. Оранжевые мамы. Оранжевые папы. Оранжевые верблюда. Так. Ну и там какая-то щебяка есть. Мы это уже сейчас поправим. Оранжевое. Так. Где наш инструмент? Палец. Затемнение. Тут вот затемнем чуть-чуть. Так. Вот здесь наоборот. Светлым, да? Чуть-чуть так это подровняем тоже. Маленечко. Ну не особо, чтобы не видно было. А то как начнешь, как увлечешься. Ой-ой-ой. Не знаешь, когда остановиться. Ну вот так. Пожалуй. Еще может быть что-то с темным заменом сделать. Так. Подровнять тут. Как увлечешься, увлечешься. Так уже нормально. Более-менее. Ну а перфекционизм умрежет последним. Сначала я умру, потом перфекционизм. Поэтому сделаем вот так. Ну сделаем красиво, правда. Выделить область. Хорошо. И вот теперь где-то наш палец. Сами насветлый. Вот так. Тогда можно спокойно сделать. Вот так. Так. Хорошо. Вот это уже более-менее. Если уже грань, так грань. А если она сильная такая грань, то есть инструмент разбытия. Вот так. Отличненько. Все. Теперь я сделаю следующее. У меня как-то вот сильно черное, серое, как бы немножко угнетает. Поэтому я на слой вкус просто буду делать. Я возьму холодный фильтр 82-й. Но это перебор. Так совсем ничего. И вот ищем. Ищем, ищем, ищем. Вот такая вороненая сталь должна быть как будто. Хотя он не стальной, но почему бы нет. И что нам осталось, ребята? Нам осталось практически очень мало. Это сделать здесь сейчас электрическую дугу. Так, для того, чтобы сделать разряд, мы должны будем сделать черно-белый градиент сначала. Пойти в градиент, взять именно черно-белый. И вот здесь. Это грех мой всегда. Так, переключиться вот сюда. Вот так, по-жуще. Далее возьмем фильтр. Рендеринг. Наложение облака. Вот мы видим, уже здесь что-то проявляется хорошо. Далее инвертировать это дело. Так, вот она, наша молния уже прекрасна. Теперь вы уже догадываетесь, мы будем черному это дело все высветять. Вот от такого состояния. Во. Отлично. Так. И далее, далее, далее. Просто берем черный, закрашиваем ненужные нам вещи, разряда. Вот тут. Вот так. Хорошо. Так, это мы сделали. Теперь пойдем в коррекцию. Сделаем тонирование. И тонирование сделано нужно на свечении. Просто нам не надо. Ну вот, где-то зеленый тоже. Где-то вот остановимся вот на таком голубом. Окей. Хорошо. Продублируем. Сделаем с помощью умножения. Ну, да не надо так нам умножать. Чуть меньше. Вот так. Хорошо. Готово. Теперь бы нам надо сделать ореол свечения. Возьмем какую-нибудь голубенькую красочку. Пока вот так свечи. Сделаем здесь градиент. Ну, только уже радиокальный. Радиальный. Так. Сделаем новый слой. И вот здесь. Да, это ребята, конечно, правильно было. Я говорил о том, что мне нужен голубой, а мне подсунули черный. Вот так голубой, причем голубой без. Все. Вот так можно себе представить. И вот так. Вот так. Так, хорошо. Я немножко сплющил. Вот так. Вот так. Окей. И сверху положил еще один. Вот так. И наложение экрана. Не сведение основы, а экрана. Вот это будет правильно. Теперь соединяем их все вместе. Мы тут заставим. Контур 6. Пальфия. Нет, это не работает. Почему не работает? Вот. Так. И берем вот это. Контур А, контур С. То есть, это у нас сделано. Теперь наше дело поставить и драматно там расположить все. Ну, давайте уже мы введем вот это дело сюда. Так, где оно у нас? Контур С. А, нет, не шпайферку. С. И вот сюда вводим. Так, хорошо. Болгия. Уменьшаем. Ставим сюда. Примерно так. Режим наложения экрана. Да. Режим наложения экрана. Отлично. Так, подгоняем. Лишь ее можем удалить. Лишь ее можем удалить с помощью кисточки с черного. Так. И здесь тоже вот так. Вот так. Все. Ну, так вроде бы нормально. Выглядит не совсем. Я покажу, как можно еще лучше. То есть, я сейчас возьму новый фон. Возьму градиет круглый. И поставлю. Потому что у меня еще есть мысль такая, что вот здесь тоже должно освещаться. Вот сейчас это видно. Так. Сделали. Режим наложения. Посмотреть. Сейчас мы с вами посмотрим, какой из них. Я думаю, что это жесткий свет. Самый лучший будет. Да. Вот так. В кулу, наверное. Да? Нож слишком яркий. Чуть-чуть непрозрачность. Или же заменить на что-нибудь другое светлее. Я думаю, что оно немножко спокойнее. Да? И последнее, что мы сделаем с вами. Мы сейчас возьмем вот этот инструмент осветитель. Ага. Здесь сейчас так проводит. Значит, нам остается один способ жесткий свет. Вот он, жесткий свет. Так. Жесткий свет. Хорошо. Отлично. Теперь вот эти две мы копируем. Переворачиваем их. Сюда. Мы уже много накопировали. Вот это. Таилки. Вот этот с этим надо брать. Вот так. Переворачиваем. Что-то не так-то. И тащим с утра. Немножко уменьшаем. Подгоняем. Ну, естественно, нам такой яркий вообще не нужен. Вот так где-то сделаем. Вот так. Вот так. Так. После этого, когда мы почти закончили. Нам надо в этом месте, в самой середине, еще поярче немножко. Поэтому мы сейчас... Ctrl-Shift-Alt-E. И вот теперь мы возьмем этот... лямбочку посадим. Вот она. Вот она она. Вот то, что я хотел. Ну, и посмотреть, может быть, сейчас я еще гляну. Вот обычная насыщенность, цветность, если получится. Если нет, мы так, наверное, оставим. Хотя можно сделать так. Хотя можно сделать так. Здесь у нас ничего, да? Я еще раз сейчас хочу инструмент предъем применить. Уже более широкий, но... Я просто хочу пройтись чуть-чуть, поэтому сделаю поменьше, нормально так. Вот по этим местам, ребят. Вот здесь. Но не так жестко. Так. Убираем жесткость. Убираем непрозрачность. Вот так, раз, чуть-чуть. Именно вот здесь. Освещено здесь было, да? Ну, пожалуй, все. Внизу тоже нам такую сделать. Поэтому мы особо-то не будем. Сделаем тут тоже голубое. Здесь голубое сделаем. Вот так. Так. Угу. Наложим этот слой. Ну, не знаю. Здесь стоит ли это еще делать. Тут еще накладывать. Я думаю, что это уже еще. Так это будет. И так видать. Чуть-чуть будет видать. Здесь вот так. Один глазочек сделаем. Желательно на новом слой. Вот так. И лишнее выбрать. С помощью. Конечно же. Ну, вот так вот. Хорошо. Проверяем. Соединяем. Ctrl-Shift-Alt-E. И вот я смотрю здесь. У меня какое-то пятно появилось. Вот здесь. Оно мне здесь ни к чему. Я таткнула, наверное. Не подумавши. Все чисто. Все нормально. Ну, вот и все, дорогие друзья. Мы с вами получили, что хотели. На этом мне спасибо. Всего вам доброго. Пока. В итоге, дорогие друзья. Вы видите, что я вас сегодня прям порадовал. Двумя сразу видео. Одно выходили с утречка. Там снимали пистолетики. А вот на этом фоне мы сняли вполне достойную работу, я считаю. И, как видите, не надо бояться, что у меня того нет, другого нет. Нет у меня вот такого листа черного зеркала или черного, там, не знаю, пластика. Вот. И вспышки у нас всего три. Потому что это просто зажигалка. Ну, вы видите, что с этим вполне можно справляться. Я вам этого искренне желаю. И пытаюсь помочь. Ну, всего доброго вам, друзья. До следующих наших практик. Я думаю, что они будут теперь чаще выходить. Потому что мне это самому теперь нужно. Всего доброго. Отдыхайте хорошо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова